МАРАТУ ХУСНУЛИНУ 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 ХУСНУЛИНУ то он пришел туда, фактически во враждебную среду. Когда Лесин ушел, это кто знает эту сферу, и там в этой среде сохраниться, стать авторитетным, там очень непросто. Человек масштабный. Это человек-трудоголик. Мы вчера с ним разговаривали, я забыл, что даже разговариваем, сейчас 33 ночи. Он еще работал. Надо обязательно быть жестким. Я не считаю, что это плохое слово, жесткий. Я считаю, что это правильная позиция при решении этих сложных многоуровенных задач. Очевидно, успешный московский опыт Хуснулина, считают эксперты, был предопределен заранее не менее успешным опытом работы в Казани под руководством Шаймиева и Мениханова. Он умело работал в команде и в то же время сумел сам создать собственную команду профессионалов и единомышленников вместе со своим ближайшим соратником, а позже преемником на посту министра Ириком Файзулиным. На этот период приходится расцвет развития строительной индустрии Татарстана. Рекордные объемы ввода жилья, возведения объектов к универсиаде и чемпионату мира по футболу, масштабное дорожное строительство. Конечно, у него был замечательный трамплин, республика Татарстан и замечательная пружина, премьер-министр республики и президент республики Рустам Нургилевич Мениханов. Ирик Анварович на своем горбу вынес достойный преемник. И правильное решение президента было, когда Файзулина поставили министром. И вот это десятилетие Файзулина, вот эта кульминация, я не думаю, что будет больше строить, чем строили за эти 10 лет. Татарстан получит от этого свои дивиденды. Все-таки альма-матер, никуда не денешься. Действительно, Татарстан является кузницей кадров для федерального правительства. Татарстан очень большая, продвинутая республика и очень развитая с точки зрения экономики, очень внятная, разумная политика. Хозяева по главе региона, а не господа и не временщики. Остается только восхищаться. Многие эксперты, отмечая высокий профессиональный уровень Файзулина, говорят, что вопрос о его переходе в Москву был скорее вопросом времени. Ирика Энверовича сватывали в Первопрестольную не первый год. Скорее всего, не отпустил миниханов, принимая во внимание объем и масштаб работ для строительного комплекса в родной республике. После назначения Хуснулина на пост вице-премьера, а главное после того, как правительство возглавил Михаил Мишустин, который лично знаком с деловыми качествами у Файзулина, сопротивляться было невозможно, да и неправильно. Ирик Энверович, также абсолютно подготовленный руководитель и профессионал для работы на федеральном уровне. Некоторое чувство горечи не покидает, признается ректор Рашид Низамов, но оно сочетается с чувством гордости и искренней радости за коллегу. Протививчивый чувство. С одной стороны, радость, что ты вот человек, с которым ты работал, вдруг становится вот человеком таким топовым федерального уровня, да. Но опять-таки вспоминается песня Высоцкого «И на кого ты нас покинул Николай, да». Это просто неоценимая помощь, которую оказал Марат Шкальзианович, Ирика Нварович. Им удалось донести до руководства, что необходимо сохранить самостоятельный университет. Эти профессионалы могут работать везде, что в Африке, что в Антарктиве, что в Америке, что в Германии, что в Татарстане, что в Москве. Такие кадры способны решать. И они и решают все, когда подобрано. Это путь к успеху. Дорогой Марат Шкальзианович, я хочу тебя поприветствовать на борту. Тимур Викмурзин, Роман Безменов, Андрей Мохов, Дина Газалиева и Александр Ярошов. Семь дней.